Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава книги пророка Иезекииля Тяжелые, грустные, жестокие, что говорить, грустные, жестокие главы Я читаю свой перевод для библейского портала Экзегет Я бы прочитал лучше какие-нибудь другие, но эти тоже надо прочитать Пятая и шестая про то, что будет с Иерусалимом, про то, как он будет в осаде Про то, как погибнут люди, как дети будут есть родители, родители детей Что все это по воле Божьей Седьмая глава эту тему, казалось бы, несколько продолжает Но она дает уже какое-то объяснение этим бедствиям До сих пор шокирующие бедствия А понимаете, иногда человека нужно шокировать Вот истерику пощечины прерывают Не потому, что бить человека это хорошо А потому, что для того, чтобы вывести из истерики Нужно какое-то очень резкое внешнее воздействие И может быть, пятая и шестая глава такая пощечина Седьмая уже объяснение Было мне такое слово Господне Сын человеческий, передай им, что говорит Господь Конец настал земле израильской, от края ее и до края Конец Я напомню, что она с начала шестого века в этой книге До нашей эры, конечно И в Вавилоне не воюют с израильтянами Но, в общем-то, постепенно захватывают территорию Выселяют жителей А через несколько лет разрушат Иерусалим и его храм Вот он, твой конец Постигнет тебя мой гнев Буду тебя судить по твоим делам Спрошу тебя за все твои мерзости То есть, вообще-то, в мире постоянно кто-то, с кем-то воюет И сегодня, и когда вы будете смотреть эту запись, тоже Может быть, будут те же воины, что и сегодня, когда я это говорю Может быть, еще какие-то начнутся, а эти закончатся Но я в одном абсолютно уверен, что люди будут друг друга убивать Города будут разрушаться И невинные люди будут страдать Так было и тогда Но здесь говорится о том, что это не просто бессмысленная вражда Это не просто мучение Когда сильный поймал слабого, его терзает Но буду тебя судить по твоим делам Спрошу тебя за все твои мерзости Что это некоторый способ избавить человечество От какого-то количества мерзостей, которое в них творится Ну и, глядя на то, насколько, скажем, изменилась жизнь Мы понимаем, что не только технический прогресс Но все-таки некоторый прогресс в отношениях есть тоже Когда массовое убийство становится все-таки сегодня преступлением Они происходят по-прежнему, но считаются уже преступлением И происходят все-таки пореже, чем в Древнем мире Не пожалею и не помилую Воздам тебя по твоим делам В собственных мерзостях оставлю Будете тогда знать, что я Господь А вот очень хорошая формулировка Что говорит Господь? Вы вели себя плохо, поэтому я с большим удовольствием Убью ваших детей, например, да? Вообще, когда мы читали пятую и шестую Такое ощущение, что он примерно это имеет в виду Нет, нет Не пожалею Воздам тебя по твоим делам В собственных мерзостях оставлю То есть воздаяние заключается прежде всего в том Что Бог оставляет человека в его состоянии И не милует его Не дает ему выхода из этого состояния И человек, который сам прибегает к насилию Человек, который сам убивает других Естественно падает в жертве такого же убийства Вот ситуация, когда Господь не препятствует этому Есть воздаяние по делам И главный вы будете тогда знать, что я Господь То есть вот это все имеет некоторый конечный смысл Авторитет, высшую ценность Вот судью, на которого можно посмотреть И которому можно поручить С этим всем, наконец, разобраться Так говорит Господь Беда грядет, беда небывалая Конец настал, да, настал конец Вот до тебя он и добрался Настигла тебя пагуба, житель этой страны Наступает время, приближается день Когда будешь горевать, а не на горах ликовать В шестой главе можно вспомнить Там очень много об этих горах израильских Где всякие святилища и праздники И вот против них Иезекииль по велению Бога Произносит пророчество Вот как раз это все будет разрушено Скоро прольется на тебя мой гнев Постигнет тебя моя ярость Воздам тебя по твоим делам В собственных мерзостях оставлю Еще и еще раз воздам по делам Это значит оставлю в собственных мерзостях Это не просто буду долго бить и с удовольствием А просто не вынуть тебя из той грязи В которую ты сам залез Не пожалею, не помилую Воздам тебя по твоим делам В собственных мерзостях оставлю Будете тогда знать, что я Господь вас покарал Еще раз он повторяет Буквально, это не я повторил Этот текст повторяет одно и то же Вот что значит не пожалею В собственных мерзостях оставлю Вот и настал день Вот и погибель пришла Бич свищет, надменность рыщет Такие звуковые совпадения в оригинале Нашлась сила и на злодеев Где же они, все их множество Совсем шумом, совсем великолепием Стало быть, там, где насилие Там находится еще большая сила Пришло время, настал день Когда они радуются покупке А продажи не горюют На всю эту толпу излился единый гнев Кто продал, надел, впредь, им владеть не будет Хотя бы он и покупатели остались в живых То есть сделка не осуществляется Потому что земля, видимо, пала жертвой Вот была отобрана Какого-то набега пала жертвой Некому уже ее обрабатывать Эту землю уже захватили иноплеменники И поэтому кто продал, кто купил Уже в любом случае лишились Непреложное откровение обо всем этом множестве И порог никому не спасет жизни Порог никому не спасет жизни Вот еще раз эта идея о том Что наказание от Бога Это скорее оставление в собственном состоянии Да, вот Господь может, а порог не спасет В трубу трубят, собираются в поход Но никто не выходит воевать Потому что гнев мой излился на всю эту толпу Собираются в поход Но никто не выходит воевать Да, вот общество, которое дошло До какой-то стадии распада Оно уже само не сопротивляется Да, оно уже само Позволяет себя захватить Позволяет с собой что угодно сделать Вот это и описано, да На них нападают Они объявляют поход А в поход-то никто и не идет А что я пойду У меня тут свои дела Снаружи меч А в доме мор и голод Кто в поле падет от меча А кто в городе того мор и голод сгубит Ну, понятно, когда армия чужая нападает Войско, то можно укрыться в городе Там ты недоступен для меча Но в городе не хватит скоро продовольствия А те, кто остались вне его пределов Естественно, их захватчики легко могут убить А кто уцелеет, тот убежит в горы И будет стонать, как голубь на равнине Каждый о своем пороке Вот интересно Они будут стонать о своем пороке То есть вот все эти бедствия Все-таки позволяют людям оценить Самих себя и свое поведение Руки у всех опустятся Ноги подкосятся Обернутся они мешковиной Облачаться в трепет Мешковина – символ траура То есть грубейшая ткань Которая не используется для одежды Но обмотан ей человек Но он не голый Но он и не одетый Он показывает, что он, в общем, мусор Он показывает, что он недостоин человеческого облика И это знак траура или покаяния Облачаться в трепет На лице у них начертан позор и обрита голова Еще один образ траура То есть оказывается Все эти бедствия для того, чтобы Хотя бы какая-то часть Перестала творить все это зло И покаялась Бросят на улице свое серебро В мусор обратится их золото Ибо золото и серебро Не сможет избавить их День Господнего гнева Не насытятся золотом Не набьют им живота Это из-за него они по руку предались Вот понятно, что очень часто Люди за богатство Даже не за богатство Иногда просто за достаток За возможность Заработать что-то Они позволяют себе много Всяческих пороков И вот они начинают уже соображать Как это все связано До сих пор у них был Бесконечный праздник жизни А когда Напали, разрушили, забрали Угнали Надо же понять, как это получилось Вот оказывается, эти бедствия Не просто бессмысленные мучения Это попытка изменить Это общество А пока что Золото Из-за него предается пороку Похвалялись им Роскошно наряжаясь Отливали из него мерзких истуканов Так обращу его для них В мусор Отдам его чужакам Как добычу Чтоб злодеи Из иной страны Расхитили его и осквернили Вот когда люди Начинают поклоняться Богатству Как Идолу Да Здесь они из него Лилия истуканов Это буквально, конечно Золотые какие-то Языческие статуи Но можно же поклоняться И Разным другим способам Сегодня, наверное Языческих богов в мире Не почитают Обычно так в виде Золотых истуканов Нет, бывает, но редко А Скажем, молитва Там биржевым индексом Курсом валют Собственным банковским счетам Это довольно распространенное Мне кажется Явление Вот, наконец, у меня Денежки есть в кармане Когда Вот человек начинает Им поклоняться Тогда Обращу его для них в мусор И Мы видим Как легко Там в какой-то критической ситуации Лопаются банки Как Там падают курсы Как акции Перестают что-либо стоить Вот человек вчера был богатым А сегодня Он этими бумажками Не насытится И От угрозы снаружи Не прикроется Отдам я его чужакам Как добычу Чтоб злодеи Из иной страны Расхитили его и осквернили Отвращу от них Лицо свое Так что Осквернено будет сокровище мое Да Придут туда Грабить и осквернять Сокровище мое Видимо о храме Вот у человека Может быть сокровищем золото Или идол Отлитый из золота Или золото Как идол Которому он поклоняется У Бога сокровище храм И конечно Многие израильтяне думают Что по крайней мере Храм устоит Нет Отвращу лицо мое Не буду его защищать Это сокровище И оно будет осквернено Потому что С чего начинается Книга из Икиля? С явлением славы Господней Далеко от Иерусалима Потому что Не место Красит Святилище А святилище Место Потому что Слава Господне Может явиться Там где она пожелает Там где ее Примут Там где она нужна А если В городе Есть его храм Но при этом Высшая ценность В городе золото Или насилие Или удовольствие Или что-то еще То и храма Там скоро не будет Что и произойдет С Иерусалимом Приготовь-ка цепь Ибо неправосудием Наполнилась Эта страна И насилием Этот город Наведуя на них Злых язычников Чтоб жилищами Их овладели Надменность Их конец Положили И святыни Их осквернили Погибель грядет Приготовь-ка цепь То есть Он обращается Как бы пророку Тоже может быть Символическое действие Может у него была Там какая-то цепь Которую он Носил Там тряс Я не знаю Себе связывал Руки-ноги Чтобы показать Что с другими Это будет Но можно И видеть в этом Просто метафору То есть Что будет плен Будет трагедия Погибель грядет Будут мир искать Да напрасно За бедой беда За слухом слух Будут ждать От пророка откровения Но не станет У священника наставления У старцев Мудрого совета Интересно Что у пророка Будут ждать откровения А священники И старцы Ничего не смогут Сказать Наверное В такой чрезвычайной Ситуации Институты Перестают работать Священник и старец Это институт Да Есть Священство При храме Ну старцы Это вот традиционное Общество Там аксакалы Сидят На скамеечке На площади У ворот Скорее В древней Израильской Какой-то общине И там К ним за советом Обращаются За наставлением Вот им Ничего не удастся Сказать То что институты Традиционные Работают Тогда Когда все идет По писаному Или не писаному Закону Когда вот все Как всегда А пророк Это кризисный Такой вариант Да Вот когда все Разваливается Пророк Единственный Кто может передать Какую-то весть Оказывается Вот еще он Для чего Царь Царь зарыдает Князь придет В ужас Задрожат У простого Народа Руки Поступлю с ними По их делам Как они судят Так и стану Судить их самих И тогда будут знать Что я Господь Еще и еще раз О том Что такое Воздаяние от Бога Поступлю с ними По их делам Как они судят Так и я буду Их судить Почему В новом завете Не судите Да не судимы будете Вот ровно Поэтому Потому что Человек Который Предъявляет К другому Какие-то требования Неожидания Которые ведет себя По отношению К другому Каким-то образом Вполне вправе Рассчитывать Что по отношению К нему Будут применены Абсолютно Те же стандарты И вот мы Мучились с этим вопросом В пятой Шестой главе Отчасти в седьмой Почему же Господь так жесток Почему Он карает Так сильно Вот может быть И некоторый ответ Он не то Что карает Людей В смысле Там мучает их Но Если они выбирают Определенную линию поведения Если они принимают Определенные стандарты Он просто относится К ним Дает Точнее сказать Возможность Другим людям Применить эти же стандарты К этим Да То есть Кто Прибегает к насилию Тот становится Жертвой насилия Кто Творит несправедливость С тем творит Несправедливость Еще некий человек И Господь просто Не останавливает Этого Ровно для того Чтобы Каким-то образом Вот уничтожить Это зло Для того Чтобы Люди Живущие Насилием Несправедливости И грабежом Ну в конце концов Друг друга Ограбили В конце концов Друг друга Поубивали А другие Может быть Ужаснулись Этому И сказали Нет У нас есть Закон У нас есть Пророк Священник и старец Уже ничего не подскажут Но пророк То у нас есть И тем самым Обратились К какому-то другому Стандарту Катастрофа Которая Постигнет Очень скоро В 586 году Иерусалим Это будет Именно тот Поворотный пункт После которого Израиль В плену Проведет 70 примерно лет Ну кто-то больше Кто-то меньше Не все же одновременно Но после которого Скажем так Язычество Перестанет быть Настолько Постоянной Опасностью И может быть Какие-то Грубые формы Насилия Тоже уже Уйдут в прошлое То есть Наказание Это прежде всего Повод для изменения Ну и еще Несколько глав Мы об этом Прочитаем Дальше Да